СОЛЕМ СЕМЕЙ СОЛЕМ СЕМЕЙ Абыралды күн алабылды күндіз 8 түнде 10 градус сұуқтықты көрсет. Бескарағайды күн бұлыңғыр күндіз 7 түнде 9 градус нөлдіңдімен. Барадуылығада күн бұлыңғыр күндіз 8 түнде 11 градус қаден түмендейді. Қалпытауды күн бұлыңғыр қаржау қтимал күндіз 7 түнде 14 градус қаден сұлтат. Күпекті де күн бұлыңғыр күндіз 9 түнде 14 градус. Бір жарда күн құбылмалы аздаған қаржау мүмкін күндіз 13 түнде 16 градус. Ақсуатта күн алабылды күндіз 8 түнде 14 градус қаден түмендейді. Ая ғізде күн бұлыңғыр аздаған қаржау қтимал күндіз 12 түнде 16 градус. Ая ғізде күн бұлыңғыр аздаған қаржау мүмкін күндіз 7 түнде 9 градус қаден түмендейді. Ая ғізде күн бұлыңғыр аздаған қаржау қтимал күндіз 7 түнде 9 градус қаден түмендейді. Мы начинаем нашу программу. Дорогие телезрители, у нас сегодня в гостях Мадина Кукбаевна, семейный врач поликлиники номер 12. Добрый день. Как ваше настроение? Как доехали до нас? Хорошо, доехала. Спасибо. И вот первый вопрос, который, пожалуй, хотелось бы задать. Как сейчас обстоят дела с COVID-19 в нашем городе? И мы знаем, что мы сейчас попали в желтую зону в данный момент. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, хотелось бы сказать, что действительно ВКО сейчас попал в желтую зону, что мы очень рады. То есть это говорит о том, что мы работаем, мы наблюдаем, мы диагностируем, мы лечим, мы наблюдаем данных пациентов. Мы очень даже действительно рады, что хоть есть какая-то для нас работа, что мы действительно вышли на желтую зону. Мы очень рады, да. Работа идет. Расскажите, пожалуйста, как вот проходит реабилитация после заражения этим вирусом и сколько месяцев проходит лечение? Данная реабилитация, да, действительно, после заболевания COVID-19 наши многие пациенты, как вы сами понимаете, что вирусная инфекция, она сплошь такая инфекция, что поражает все органы, вплоть до костей, да, в действительности. То есть сложное инфекционное заболевание коснулось нашего города, но, тем не менее, у нас сейчас проводятся реабилитационные мероприятия. В данный момент по нашим семей городу ВКО осуществляется на областной больнице РПТД пульмонологическое отделение, где мы всех наших пациентов направляем туда, да, после заболеваний коронавирусной инфекцией. Реабилитация у нас проводится в течение от одного месяца до трех месяцев, дальнейшая реабилитация уже идет от трех до шести месяцев и вплоть от шести до двенадцати месяцев реабилитационного мероприятия. Доктор, это первая волна, которая у нас каснулась, действительно была очень тяжелая. Мы даже сами доктора не понимали, как мы будем обходиться с данной ситуацией. Но тем не менее, в тот момент не только с медицинской части было со стороны медицинской части помощи, но и были волонтеры, которые помогали в данной ситуации с лекарственным обеспечением, вплоть до ИВЛ-аппаратов. И с нашей стороны, да, мы многие наблюдали пациентов амбулаторно, на дому с открытием карантина на 14 дней. Мы наблюдали. Насчет лекарств тоже были постановки с других городов, помощь от людей были. Многие люди тоже нам помогали в этой нелегкой ситуации. Но тем не менее, мы преодолели первую волну. Ожидалась вторая волна, но тем не менее, сейчас вторая волна уже для нас очень даже легкая оказалась. То есть мы уже все информированы, все население нашего потока уже знает эту вторую волну, что это за коронавирусная инфекция. То есть мы уже как бы сейчас уже чувствуем себя как бы более... А вот ты, ахараттер житкликтовый, да? Казарит житкликтовый. А вот какие еще симптомы наблюдаются при заражении этого вируса? Выпадение волос в большом количестве, ухудшение кожи? Да, да. Сейчас вторая симптоматика нашей второй волны, то есть коронавирусная инфекция, она сейчас у нас идет как бы при поражении желудокишечных трактов. Это диарея, это калиты, это кожный сыпь может быть, да, у людей, да, в действительности выпадения волос. Подключилась сюда даже такая симптоматика, что покраснение глаз проявляется у пациентов у нас, вот мы наблюдаем. В общем, также температура, одышка, слабость, утомляемость, боль в костной структуре, да, тоже она сейчас наблюдается. Но дополнительно то, что вы говорите правильно, да, подключились еще более пара симптомов, которые, да, действительно мы сейчас наблюдаем и видим. А вот какие вот рекомендации вы даете переболевшим этим вирусом, как лечиться в домашних условиях, чем нужно питаться, от чего отказаться надо? Сейчас те пациенты, которые сейчас переболели, мы действительно уже говорим, что второй этап возможен для этих пациентов. Так что мы говорим, что сейчас они должны соблюдать строгий дезрежим, да, наблюдаем, так, это, говорят, как, полноценно питаться, ухаживать за собой. Первая очередь это чистота, это проветривание дома, да, в течение двух часов надо проветривать дома, соблюдать все правила уже на осторожности, что действительно ты можешь второй раз заболеть, допустим, да, полноценно питаться, наблюдаться, в общем. И, конечно же, всегда быть на связи с врачом, то есть врач может в любой момент рассказать, да, там, дыхательную гимнастику сказать, рассказать, как это можно. Лечебные, физикультурные мероприятия, да, это физическая нагрузка, это ходьба, это на дому массаж, допустим, это дыхательная гимнастика, то есть мы должны, то есть пациент, каждый пациент должен связаться с врачом, чтобы мы достоверно дали информацию, как надо обходиться в домашних условиях. Вот, и также одевать маски, антисептические средства, больше витамины принимать, вот, поливитамины, это кальций Д3 иногда тоже так же, потому что все-таки вирус, он не только желудокишечный тракт поражает, не только кожа, ну и, конечно, иммунную систему тоже понижает. Особенно это можно сделать акцент для тех людей, которые 65 лет и старше, потому что у них иммунная система снижена, и есть риск, что они могут, сидя дома, да, это иммунная система, понижение иммунной системы, то есть они должны особое внимание на себя, как бы, это привлекать, да, вот. И, можем сказать, даже и не только возраст 65 лет и старше, который сопутствующих заболеваний, да, тоже пациенты есть, тоже такое особое внимание нужно, чтобы они уделяли на себя. Ну, всем нам не секрет, что люди пренебрегают, да, ношением масок, и, на самом деле, это тяжело находиться в маске в одной, 3-4 часа. И о гигиене масок, если поговорить, по сколько часов, через сколько часов нужно менять эти маски, и как правильно носить маски, можете об этом, пожалуйста, рассказать? Да, могу рассказать про ношение маски, то есть маска у нас должна быть, да, они разновидные маски, которые, вот эти вот маски, которые мы одеваем, они, мы их должны носить 2 часа. Есть маски, те, которые, они из хлопка, они могут от 4 часов до 6 часов. Есть респираторные маски, они очень разновидные, есть респираторные маски, которые можно ношить 6 часов. Ну и их технология того ношения, то есть она должна прилегать носовую перегородку, то есть все должны открытые зоны закрыты, чтобы были. И, конечно, стерильность маски, да, два часа, допустим, вот эти маски через два часа мы должны аккуратно снять. И, конечно же, после снятия масок мы должны обработать свои ручки. Потому что все-таки вирус, она предлагает у нас это все-таки воздушно-капельным путем, это поражает дыхательную систематику. И, тем не менее, вот маска, она должна, действительно, через два часа меняться. Вот. Мы с вами, как говорится, что в Китай, когда был коронавирус, мы с вами говорим, что баслый кпал, а нам дарных ауражатых адамдарных сан аз. Мы с вами говорим, что мы говорим, что миллиард-тан халык трат, мы с вами миллион, он алтым, он сегизм миллион халык едет. Но ауражатых адамдарных сан кюнен губы и ветер, это не причина? Ну, причину нам это неизвестно, конечно, не могу ответить даже на этот вопрос. Например, мы с вами говорим о том, что мы говорим о том, что в Китай-домалык-кабарах, в ресторанах, 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 ресторанах. Я думаю, что скопление массовых людей в тесных учреждениях действительно риск очень большой, чтобы каждый человек заразился вирусной инфекцией. Потому что не каждый человек знает, где он болеет или кто болеет из числа этих людей, скапливаемость населения. Кто болеет, мы не знаем, допустим. Да, действительно, это те же рестораны, это те же общественные транспортные транспорты. Там действительно все не соблюдают полтора метра, два метра максимум. Действительно, в тех местах, без выходности, да, действительно, скопляемость в этих учреждениях действительно риск может быть большой. Потому что мы говорим, что этот вирус не только воздушно-капельным путем передается, он и ручка в автобусах, металлические приборы, они тоже передаются через рукопожатие. Через даже то, что вы поддержали, да, из-за этого я вот особое внимание хочу обратить населению, чтобы не только маска, да, это первая наша защита маски, но, тем не менее, они должны пользоваться антисептическими средствами. Чтобы в каждом они могут быть шариковидные, да, они должны быть спиртовые, либо обычные спреи, которые во всех аптеках продаются. Я особое хочу обращение сделать населению, чтобы они пользовались этими средствами, чтобы не было заражения. Вот вы правильно говорите, что действительно в общественных местах это риск очень большой. Но каждый человек будет сам предохраняться вот этими антисептическими средствами, масками, да, каждый после захода и выхода обработать свои ручки. Мы говорили, что в первую очередь надо, чтобы были руки чистые. Вот это первый принцип, я думаю, что не только маски, но и в общественных местах первый принцип. Вот в автобус зашли, с автобуса вышли, например, обработали свои руки. И действительно, когда даже из общественного места вы домой пришли или куда-нибудь в какое-то учреждение, там в кафе или еще куда-нибудь, да, там, действительно надо промыть руки. Чтобы не было таких особо сильных дальнейших инфекционных заболеваний, я так думаю. Первое мое обращение. Спасибо вам большое. Расскажите, пожалуйста, насколько важно для здоровья человека утренняя прогулка на свежем воздухе, утренняя зарядка. Да, это, я бы сказала, что это очень первый признак того, чтобы защитить свои легкие, чтобы мы, да, утром встали, да, маленькая прогулочка, да, допустим, говорим, чтобы наши легкие, они функционируют, да, дыхательную систематику. И я так думаю, что правильно, да, каждому пациенту мы говорим не то, что утреннее, в день два раз должен пациент пройтись, прогуляться, даже маленькую пробежку сделать для себя, да. Ну, многие у нас есть и старческий возраст, да, и я советую, чтобы они утром просто прошлись, хотя бы там возле, около своего дома, сделали зарядочку там, дыхательную гимнастику провели. Ну, это все у нас осуществляется в амбулаторном этапе, мы каждому пациенту объясняем, говорим, как это должно соблюдаться, да, как они должны это все делать. И, как бы, это правильно, да. И, конечно же, витаминный комплекс, хорошее питание. Скажите, пожалуйста, нашим многоуважаемым телезрителям о мерах профилактики. Чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, мы должны избегать контакта с людьми, которые уже болели, то есть соблюдать все меры защиты. Это маски, это обработка рук, не менее 20 секунд мытья рук, это ношение маски, использовать антисептические средства, также воздержаться от посещения, скопления массовых людей и, конечно же, соблюдать респираторный этикет. Это говорит о том, что, когда человек, пусть это будет в общественном месте, то есть соблюдать респираторный этикет, то есть при чихании, да, подносить руку, допустим, хоть даже мы в маске платочком, если вы чихнули платочком, да, чихаете в платочек, допустим, это все меры защиты профилактики. И, конечно же, соблюдать, то есть принимать, да, с помощью своего участкового врача, да, витаминную терапию, соблюдение физической нагрузки, ЛФК, дыхательная гимнастика, вот наша первая профилактика. И на дому, конечно же, часто обильное питье. Вот первые признаки, я так думаю, профилактики в данный момент с нашим населением, чтобы они были здоровы, чтобы всегда, мы всегда помогаем нашему населению, объясняем, показываем, рассказываем все меры защиты через видеозвонок, аудиозвонок, у нас есть интернет, мы объясняем. И я так думаю, что не только нашему населению, я обращаюсь всему, в УКО семей, чтобы первым эти неропрофилактики соблюдали. Спасибо за приглашение к вам. Конечно, нам тяжело прийти, объяснить населению, как, по сути, проходит эта вирусная инфекция. Ну, хочу обратиться к населению, чтобы, самое главное, соблюдали все меры профилактики, все меры защиты, использовали антисипические средства, использовали маски, где вы не были бы, и обрабатывали свои руки. И, конечно, будьте здоровы, действительно, вы говорите, береженого Бог бережет. Давайте начнем с себя, начнем с доктора, начнем с населения, начнем с меры профилактики наших жителей города, семей. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Информационно-развлекательная программа «Салим Семей». И, как всегда, перед началом нашей беседы, давайте обратим внимание на прогноз погоды. Прогноз погоды на 9 декабря. В Карауле переменная облачность, днем минус 6, ночью минус 10. В Аброле переменная облачность, днем минус 8, ночью минус 10 градусов. Без корога и пасмурно, ожидается осадки в виде снега, днем минус 7, ночью минус 9. В Барадулихе пасмурно, днем 8, ночью 11 градусов, со знаком минус. В Голоботово пасмурно, ожидается снег, днем минус 7, ночью минус 14. В Копекта пасмурно, днем 9, ночью 14 градусов, со знаком минус. В Буржаре переменная облачность, небольшой снег, днем 13, ночью 16 градусов ниже нуля. В Баксуате переменная облачность, днем 8, ночью 14 градусов мороза. В Баягузе пасмурно, небольшой снег, днем минус 12, ночью минус 16. В Курчатове пасмурно, ожидается снег, днем минус 7, ночью минус 9. В Усть-Каменогорске пасмурно, днем 7, ночью 12 градусов ниже нуля. В семье погода пасмурная, днем минус 7, ночью минус 9 градусов. В Усть-Каменогорске пасмурная, днем минус 7 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 градусов. В Усть-Каменогорске пасмурная, днем минус 9 градусов. мы летим, на эту санчетную, от меня вырос в битт, мы летим, а я это рад, а я дальше. И мы с вами вместе,터инг вошли, как мы готовы. Тогда я хотел бы записать Talent и Денис, как ты готов. Денис, как ты сейчас делаешь там, как ты делаешь там, как мы делаешь это сам, как ты делаешь наших санкет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...